Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Сегодня мы рассмотрим третий и последний вид списков в языке HTML, который мы можем применять у себя на сайте. Списки, как мы уже знаем, бывают нумерованные, маркированные, и последний тип это список определений. В зависимости от ситуации мы, конечно же, будем использовать те, которые нам нужны, они все подряд. И вот я сейчас вам расскажу про список определений, что это вообще значит. Это какие-то, например, термины вы можете указывать таким образом, которые поясняются, слово и пояснение, как это выглядит в плане языка HTML. HTML, тег DL, он похож на тег UL и OL, как вы заметили. И здесь уже внутри мы используем не тег LI, как было ранее, а два других тега. Почему два? DT первый. Здесь мы пишем термин, например, какой-либо. А в теге DD мы указываем его значение. Давайте здесь я сейчас напишу небольшой текст, lorrent30, чтобы здесь было немного текста. Нажмем сохранить и взглянем, как это выглядит. Мы указываем термин, и здесь у нас идет текст. То есть мы можем указать любой текст и любое его пояснение. Это иногда бывает очень полезно. Поэтому надо знать, что такой вариант списка есть. И его можно использовать. Здесь вы пишите любые слова, любые определения. Он всегда будет выглядеть таким образом, что DT будет слева, DD у нас как бы немного справа. В некоторых ситуациях это действительно очень удобно. Ну а честно скажу, что я его ни разу не использовал. По крайней мере, в тех проектах, над которыми работал, не возникало такой необходимости. Но, конечно же, такие ситуации могут возникнуть. И у вас в том числе. Поэтому, если вдруг они появляются, вы, конечно же, лучше используйте такой тег, чем, например, создать то же самое с помощью тега UL, конечно же, можно. Но придется делать дополнительное оформление стилей, заморачиваться более долго в плане каскадных таблиц. А здесь все уже довольно просто само оформляется. Конечно же, мы можем точно таким же образом придать теги, например, изменить фон, цвет текста, цвет шрифта. Сам шрифт, любые другие параметры. Но сейчас мы этим заниматься не будем, потому что это видео курс не о языке CSS, а языке HTML. Но вы, конечно же, знаете, что оформление можно придать любое. И в дальнейшем в курсе по CSS мы будем это рассматривать. В принципе, я рассказал вам о данном списке все, что хотел. В следующем видео уроке, как я и обещал, мы будем делать красивое меню для нашего сайта, используя список. Ну, а на сегодня все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в следующих видео. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки под этим видео, пишите в комментариях ваше мнение, пожелания, отзывы и делитесь этим видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok